Два опытных продюсера собрали команды наставников, чтобы дать шанс 12 простым людям стать звездами. Только один участник одержит победу и удостоится звания лучшего вокалиста Челябинской области. Оксана Громова, продюсер первой команды, режиссер-постановщик. Оксана вывела на профессиональную сцену ряд творческих коллективов и любимых народом артистов. Татьяна Трутенко, продюсер второй команды, режиссер-постановщик. По сложному списке ряд эпатажных шоу-программ в ночных клубах города и региона. Победителем шоу будет признан один из 12 участников, который к финальному концерту наберет наибольшее количество баллов и получит контракт на исполнение ведущей роли в мюзикле. На прошлой неделе в шоу «Я звезда» вы увидели концерт из песен любимых с детства. Для некоторых участников детские песни оказались не такими безобидными. Просто пальцы в кровь. У меня был сложный номер, я была в номере одна. Но для других исполнителей этот концерт стал по-настоящему счастливым. Вы слышали, вы слышали, у меня даже в другую команду хотят. Итак, по результатам второго голосования лидирует по-прежнему Артем Анн, заработавший 57 баллов. На самой нижней строчке рейтинга оказалась Марина Кигелева, набравшая всего 14 баллов. Но сегодня все может измениться. Это будет концерт народной песни. Душа, боли. Второго шанса не будет. Не вкатило называется. И мы надеемся показать лучшее. Но они совершенно не держатся. Счастья своего не видеть. Это шоу, в котором простые люди становятся звездами. Сегодня, здесь, на нашем третьем концерте, вы услышите песни разных народов, разных национальностей. И, конечно, члены жюри, которые будут оценивать наших участников. Это был поклон нашим членам жюри. Ну, а теперь я представлю их с большим удовольствием. Денис Никишин, музыкант, лидер группы «Яхонтовый ларь». Галина Зайцева, народная артистка России, профессор, председатель Союза театральных деятелей России Челябинской области, почетный гражданин города Челябинска. Виталий Вольфович, профессор, автор проектов «Искры камина» и «Играй гармонь». А мы провожаем участников проекта «Я-звезда» за кулисы. Ну и, как всегда, рядом с членами жюри наши продюсеры. Оксана Громова и Татьяна Трученко. После каждого номера они по традиции будут комментировать наших участников, ну а члены жюри выскажут свое мнение и расставят оценки только в самом финале. Первый на эту площадку поднимается Евгения Горупович. Евгения Горупович по специальности учитель начальных классов. Пока не замужем, близко к сердцу принимает любые оценки своих выступлений, но никогда не теряет оптимизма. Ой, то не вечер. Где-то в глубинах, в состоянии надо поискать. Песня не пустая, песня серьезная. Она очень эмоциональная, Женя, девочка. Боюсь вот за что, чтобы эмоции не перекрыли слезами вокальную позицию. Надо прочувствовать и сделать не как 20-летняя девочка, а как уже состоявшаяся мать, которая потеряла сына, или как женщина, которая отправила на войну своего мужа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо большое, ты все еще моя любимая. Спасибо. Благостно мы начинаем наш концерт и провожаем Евгению за кулисы к наставникам. Евгения, Кать, как ощущения? Не поверите, я когда пела, я видела все эти степи широкие. Это потрясающе. Очень эмоциональная песня, я ее прочувствовала настолько, что не могла даже совладать со своим вокальным недомастерством. Именно украинские товарищи изобрели вертолет, керосин и подарили нам милую песню про девчину Галю, которая не смогла удержать хлопца Ивана. В роли Гали Марина Кигелева. Марина Кигелева – самая сильная женщина России. Одной рукой может сдвинуть 13-тонный комбайн. Группу Татьяны Труктенко считает своей второй семьей. Марина вообще уникальная. Открою вам маленький секрет, когда мы делали детский концерт, на песню «Стаблиссура делась елочка» тоже не знала. И что вышло спело? Посмотрим. Я пока, честно, у меня паника. У меня реально паника, потому что я боюсь что-то не успеть, что-то не донести. Я боюсь, что ребята не сделают все задачи, которые я перед ними ставлю. Приходите, дня через три поговорим. Несмотря на то, что у Марины меньше всего баллов, она, кажется, совсем не переживает по этому поводу. Вместо того, чтобы повторять слова своей песни перед выходом, «Стронгвумен» легкомысленно распевает «Чистушки» с Анатолием Манзиным. Да что вы меня прям дергаете с этими словами-то? Нормально все, все выучила, все спою. Музыка Неси галя воду, крым мисла гнеться, За нею Иванку, як барві на квіття. За нею Иванку, як барві на квіття. Галю ж мою галю, дай вади напиття. Ти ж така хороша, дай хоч подивиття. Ти ж така хороша, дай хоч подивиття. Музыка Стилися первинку, буду поливати. Вернись і Іванку, буду шанувати. Вернись і Іванку, буду шанувати. Музыка Стилися первинку, буду шанувати. Музыка Стилися первинку, буду шанувати. Музыка Прийди ти напиття, я буду в садочку. Приди подивиття, я буду в садочку. Приди подивиття, прийшов по садочок. Зозо я ковала, а ти ж мене галю, Ти не шанувала. А ти ж мене галю, ти не шанувала. Музыка Именно вокруг Марины Кигелёвой развернулись основные споры у нас на предыдущих концертах. Поёт она, не поёт, удаётся у неё это делать или не удаётся. Время покажет, жизнь нас рассудит. Это что-то вековая мудрость сейчас была вообще, откуда она? Потом скажу. Мы с тобой, я тебя всегда настраивала и говорила, Марина, ну вокал не твой конёк, ты берёшь харизмой, берёшь номером, берёшь органикой, которая в тебе бесконечно присутствует. Я хочу тебе сказать, что ты не собралась. Я за кулисами тебе сказала, второго шанса не будет. Поэтому честно, отработала Марин только на 50%. Посмотрим, что же скажет Оксана Громова. Я старалась не смотреть то, что происходит на сцене. Я старалась как-то всё-таки слушать. Думаю, ну вот и Рустам молодец. Он научил, немножко всё-таки прикрыл, дал возможность, видимо, как-то вам быть более убедительным в вокале. Вы так аккуратненько, ровненько, шажочек за шажочком, но движетесь. Поэтому удачи вам, вы молодец. Спасибо. Мы провожаем Марину за кулисы к наставникам. Не, а чего ты рассыпалась на самом деле? Не знаю. Чего вдруг случилось? Причём нет, у меня нет претензий к вокалу, потому что ты всё удержала, как бы нигде не сплоховала по-хорошему. Но почему с номером такая фигня получилась? Волнение меня просто перебило и не дало ту мою изюминку, которую я обычно делаю. Далее в программе. Да, за другого отдать. Э-хо, э-хо, эй, кунушка. Тунаин, сарарит, славинко. Если вы хотите поддержать наших участников, заходите на сайт звезда.одинобл.ру. Там проходит голосование, там всё, что остаётся за кадром нашего шоу. Ну а прямо сейчас на сцену выходит Александра Сёмкина с белорусской народной песней. Александра Сёмкина – педагог английского языка из Челябинска. За Александру болеет весь преподавательский состав школы. И, конечно, её ученики. Эта песня, она игровая такая, потому что там мать хотела за первого, за второго, за третьего, за четвёртого, за пятого, за шестого. А они, девушки, не нравились по каким-либо своим причинам. А вот седьмой понравился, а он вот не захотел её взять замуж. Вот в этом трагедии этой песни. По задумке я должна одна сыграть эту песню, всю передать смысл. Всех женихов отметаем. Всех. Да ну их разойдитесь. Разойдитесь, седьмём. Как хотела меня мать, Да, за первого отдать. А тот первый, ой, это неверный, Ой, не отдай меня мать. Как хотела меня мать, Да, за другого отдать. А тот другой ходит, да подруги, Ой, не отдай меня мать. Как хотела меня мать, Да, за третьего отдать. А тот третий, что по поле ветер, Ой, не отдай меня мать. Как хотела меня мать, За четвёртого отдать. А четвёртый, ни живой, ни мёртвый, Ой, не отдай меня мать. Как хотела меня мать, Да, за пятого отдать. А тот пятый, пьяница проклятый, Ой, не отдай меня мать. А тот пятый, пьяница проклятый, Ой, не отдай меня мать. Как хотела меня мать Да, за шестого отдать А то шестый, мол, да недорослый Ой, не отдай меня, мать А то шестый, мол, да недорослый Ой, не отдай меня, мать Как хотела меня мать Да за Сёмова отдать А дон Сёмый пригожит, да весёлый Он не схотел меня брать А дон Сёмый пригожит, да весёлый Он не схотел меня брать Послушаем, что скажет Оксана Громова Весело должно быть не только тебе, весело должно быть и зрителю Вот что-то как-то замуж уже не хочется, что ли? А что скажет Татьяна Трутенко? Песня-то какая залихватская Мне самой тут хотелось подробить немножко А что-то вот огня не было Мы провожаем Александру к наставникам за кулисы Ну а я следующий вопрос задам Виталию Абрамовичу Виталий Абрамович, как вам исполнение вот только что песни прозвучавшей? У нас конкурс с очень таким ярким названием Я звезда, надо соответствовать Не дотянуло и очень серьёзно Да просто иногда бывают такие всё равно в жизни моменты, что когда люди тебя ждут больше, вот этого не делаешь Я себя сегодня некомфортно чувствовала То есть вчера лучше было сегодня Не вкатило называется Всю широту русской души сейчас продемонстрирует в своей песне Андрей Воскобойников Итак, встречайте Андрей Воскобойников Учитель английского и французского языков Имеет незаконченную степень кандидата филологических наук Но пока работает охранником Разгулялся, давай-давай, раскачивай Еще, подгоняй себя В этой песне я цепляю девушек Волосом, образом И скорее всего после нее я женюсь Вот так вот У нас такая задача Главное условие помнишь? Главное условие? Чтобы все невесты были после этого твои Договорились Договорились? Ну-ну-ну, давай Удачи Давай, удачи Вдоль по Питерской По Тверской ямской Ох, по Тверской ямской Да, скалокольчикам Едет миленькой Сам на троечке Ах, едет батюшка Да, вот по селочке Я в перу с ним была Во беседушке Ах ты Я пила молода Сладкую воду О-о-о-о-о Сладкую водочку О-о-о-о Оливочку Ах ты Я пила молода Ты с полу Велька А в нотке Что? Телю трещит И комар пищит Это кула Да, кула Субогода Эхо-эхо Эй, кунушка Ты голодушка Сварит у нас собака Чтоб паюшка была Эй, 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 эй Юношечка Да и тут рожечка Поцелуй же ты меня Куладушечка А не лёд Трещит Ой, не могу Да и комар пищит Это кунда Ах, кумы Судака Да и дождь Эхо-ахо Эхо-ахо Эй, кунушка Ты голодушка Сварит у судака Чтоб паюшка была Эй, 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 эй Южечка Да и ты дружечка Поцелуй же ты меня Куладушечка Ну поцелуй Ну поцелуй меня Куладушечка Как вам было вживаться в роль знаменитого певца Шаляпина? Знаете, что я думаю, Павел? Я не верю в спасительную силу таланта без упорной работы. Так что нужно работать, Павел, работать. Фразой известного певца Шаляпина ответил Андрей Воскобойников. Ну что ж теперь скажет Оксана Громова? Да молодец, Андрюша, да молодец. Да поцелую. Слово Татьяне Трутенко. Наконец-то Андрюхе дали его репертуар. Я вообще весь проект ждала, когда он станет Шаляпином. Андрюха вообще ну настолько круто. Прям я не знаю там, что случилось с Оксаной, но я тут просто меня аж потряхивала. Здорово. Виталий Абрамович, да, вам слово. Батенька Андрюша, бросайте все. Идите учиться на вокальное искусство. Вы счастья своего не видите. Вы не видите своего счастья. Видит, поэтому здесь оказался. Поэтому вот это, может быть, вот этот конкурс «Я звезда», пусть он станет каким-то вот таким вот шажочком, мостиком, мостиком, чтобы посвятить себя сцене, вокальному искусству. Вот послушайте дедушку Вольфовича. Послушайтесь. Послушаюсь. Галина Семеновна. Виталий Абрамович прав. Андрюш, я тебе тоже самое советую. Поступать, пока не поздно, пока есть время. И говорят тебе профессионалы об этом. Прислушайся, пожалуйста. Ну дайте уже тогда возможности Денису Никишину сказать. Вокал, Андрей, скажу однозначно, конечно, согласен полностью. Вокал потрясающий. Не хватило эмоций. Спасибо за ложку дегтя. Ну а мы провожаем Андрея, наставником за кулисы. Я себя ощущал убедительно. А я считаю, что по-парски это не надо кривляться. Ну а наш телевизионный сад перемещается в Армению Страну мудрую, спокойную, красивую Которую представляет Елена Брусенцева Елена Брусенцева, хозяйка студии Загара Мама двух сыновей В проекте наставники преднамеренно выбирают для нее самые яркие образы Чтобы максимально раскрыть талант этой участницы Это надо удержать, Лен Надо дозвучать, все додержать, договорились? Не все надо петь голосом, где-то можно голос оставить и спеть фальцетом Фальцет мягкий, благородный, он должен окрашен быть Мы к маме, кажется, рога туда, давай стоя, он включается Шнур и колецо Леночка, мы желаем тебе удачи Давай мы с тобой, другая Мы с тобой, другая Добавил субтитры DimaTorzok 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 Спасибо. Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Про ее ширь могущество горы Добавил субтитры DimaTorzok Все хорошо. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Далее в программе Если вы поете и хотите, чтобы вас услышали, присылайте свои аудио и видеозаписи в наши социальные группы ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. Наши продюсеры готовы услышать ваше творчество. Ну а сейчас на нашей сцене появляется Дмитрий Суворов вместе с вокальным квартетом «Статусмен». Дмитрий Суворов. Холост. Мистер Юргу-2010. Не может жить без сцены. Мечтает о записи собственных песен и съемке клипа. Может на саблях чем-то сделать? Может ему кнут в руки дать? О-о-о! Он гулял на воле... Нет, вам не кажется. Наставник по вокалу и участник действительно поменялись местами. Оказывается, так им проще понять друг друга. Ты понимаешь, ты понимаешь, о чем ты говоришь? Ну, про коня. Ты уверен, что про коня? Ну, про кого? Ну там же он гулял на воле. Это, ну, здесь такая метафора небольшая, Рустам. Ну, давайте, ну, хорошо. При знакомом табу не... Стоп, стоп. Ну, как высоко? Мы с тобой репетировали до этого. Ну, неправда. При знакомом... Табу не конь гулял на воле... Почему у меня, получается, у тебя нет? Рустам, ну, слушай, ну, молодец, справился, давай. Дима, Дима. Что? А что случилось? Я, в принципе, не понимаю, что от меня хочет Рустам. Думал, что это серьезный проект. Я не понимаю, чего от меня хочет Дима. Я, вообще-то, думал, это серьезный проект. Мы, да, решили немножко повеселиться, потому что репетиция уже идет на первый час. Решили немножко расслабиться. Вот. На самом деле, очень непросто быть на месте Рустама, поправлять, делать какие-то такие пометки, все внимательно слушать. Спасибо. Если что, сзади у тебя надежная такая гвардия статусменов, профессионалов, красавцев. Да, да. Ты гуляй, гуляй, мой конь, пока не споймаю. Как споймаю за уздаю, шелковаю злою. Как споймаю за уздаю, шелковаю злою. Ты лети, 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 мой конь, лети, торопись, возле милого двора, конь остановись. А девица не спала, друга поджидала. Правой ручкой обняла, крепко целовала. Правой ручкой обняла, крепко целовала. При лужку, при лужке, при широком поле. При знакомом табуне, конь гулял на поле. При знакомом табуне, конь гулял на поле. Я достиг своей цели, как говаривал мой прапрапрадедушка полководец Суворов. Каждый воин должен знать свой маневр. Усы долой и, конечно же, комментарии наших продюсеров. Татьяна Трутенко. Это очень смешно. Черноусый казак, блондины в душе. Дима проделал огромную работу, потому что вообще народная песня, она совершенно диме не свойственна. Дима попсовик. Дима весь такой классный пацан. Он поет, о боже, мама, мама, я сошла с ума. То, что с Димой сегодня произошло, мне кажется, он сам обалдел. Вы знаете, Дмитрий, на самом деле я бы не позавидовала вашей участи, потому что вас все время наставники ставят какие-то очень жесткие условия. То у вас был детский хор. Вот помните, я говорила, что с детьми всегда очень сложно. Дети – это удар ниже пояса. Теперь вас поставили в другие условия, еще более жесткие. К вам поставили рядом профессионалов. У меня есть какое-то ощущение, что у нас вообще живой звук был. Чтобы, так сказать, развеять все сомнения. Может быть, вы нам споете что-то? Ой, при лужку, при лужке, При широком поле, При знакомом табуне Конь гулял на боле А Дмитрий забирает свои усы и отправляется к наставникам за кулисы. Что с усами? Отклеились с усами, потому что они совершенно не держатся. Мне было всю песню неудобно с ним, да. Я вам скажу, что Димка у нас самый крутой, самый лучший и самый охраненный парень. И он лучше. Что с тебя наносит убери? Не так продолжай. Страшно, зачем? Страшно, зачем? Страшно, где он? А мне идут? Идут? Ну, жалко, что пойдет. Что там? Все очень молодец. Урал опорный край державы. Он славится своими заводами. Цинковый, трубопрокатный, лакокрасочный. И вот представьте, на одной из проходных стоит Юлия Дзюба и кого-то ждет. Юлия Дзюба, хозяйка и преподаватель частного детского центра. Поет с детства. Наставники считают, что у Юлия не совсем сценическая фигура, но уникальный голос, с которым еще нужно серьезно поработать. Вечер тихой песни. Вечер тихой. Не надо этого. Тоненько стелить. Лирическая мелодия, народная, да. Вечер, вечер тихой. Позиционно все в одном месте. У меня голос, он вообще сам по себе вот так вот. Все время. Тремор такой идет. Вот. А это неправильно. Я раньше не знала, что у меня такая проблема вообще с голосом, да. На самом деле это все исправляется упражнениями. Все, все зокари, все плотники. Дальше, пошла. Вечер тихой песнею над рекой плывет. Вечер тихой. 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 heroes of mine Вечер тихой. Вечер тихой. Вечер тихой ballin. Пойму, оба парни смелые, оба хороши. Милая Рябинушка, сердце подскажи. Ой, Рябина, Рябинушка, оба хороши. Ой, Рябина, Рябинушка, сердце подскажи. Ой, Рябина, Рябинушка, оба хороши. Ой, Рябина, Рябинушка, сердце подскажи. Юля, мне кажется, вам сейчас подпевали все наши телезрители. Как вам вот в этой песне сегодня? Здорово сегодня. Вообще дым Отечества сладок и приятен на самом деле. Я очень люблю Россию. И сколько бы меня не спрашивали, может быть, ты хочешь поехать за границу? Не хочу. Я люблю отдыхать у нас здесь на Урале. Понравилось ли нашим продюсерам ваше исполнение? Давайте узнаем Оксана Громова. Вспоминая наш кастинг, как вы пришли и как вы пели Ваенгу, Абсент. И помните, как вы волновались, как вы никак не могли начать. То, что сейчас я вижу, вы становитесь совершенно другой на сцене. И мне кажется, вы немножко становитесь другой в жизни. Из вас выливается какое-то необыкновенное жизненное счастье, какое-то необыкновенное женское сило. Вот за этим надо приходить на проект «Я звезда». Татьяна, ваша мама подпевала бы этой песне? Моя мама с папой уже у телевизора вальсируют. Я вам даю это сто процентов. Потому что это одна из любимых песен, которая поется в моей семье за столом. Это вторая ваша знаменитая для меня роль после «Сладкой ваты». Вы очень крутая были в номере со «Сладкой ватой». И вот это вот тоже вам в копилочку прекрасный образ, прекрасная песня. Но это корни. Вот нутро-то его не обманешь. Спасибо вам, Юль, за чудесную песню. Правда. Спасибо. Сегодня невероятно доброжелательный концерт. Я думаю, что сейчас за кулисами Юлию точно так же тепло встретят ее наставники. Спасибо. Следующая песня засветилась в черно-белом фильме 1934 года «Чапаев». Она стала лейтмотивом этого фильма. На сцене Артем Анн с песней «Черный ворон». Артем Анн – военный инженер предполетной подготовки. Готовится к созданию крепкой, счастливой семьи. На многие репетиции приходит со своей девушкой. Я такие песни никогда не пел, никогда не исполнял, никогда их не то чтобы чувствовал. Я понимаю, когда со стороны люди исполняю. Но это для меня сейчас новинка. Это будет совершенно другой Артем. То есть мы сейчас увидели Артема очень сексуальным, манким, мягким, теплым. Тусклый свет горит в воспоминаниях. Не смогу тебя я повторить. Под замком закрыли обещания. Полпути от счастья сорвали. Сейчас мы хотим показать следующую грань его таланта и следующую грань его характера. Потому что Тема очень харизматичный и очень ответственный мужчина. А вот сейчас вот эту сторону нужно будет открыть в композиции «Черный ворон». Очень сложный и вокальный. Очень сложные аранжировки. И, конечно, нам нужно показать процесс, как мужчина собирается на подвиг и совершает его. Сложно очень открыться, потому что это очень такой интимный процесс. И очень такой, знаете, яркий с другой стороны. Вот совместить правду, совместить поэтичность образа в одной песне – это будет наша сверхзадача. Состояние должно быть аховое. Если ты будешь в тонусе, позиция будет в тонусе. Удачи тебе. Удачи. Спасибо. С Богом. Давай. С Богом. Мощно. Удачи. Удачи. Ты добычи не дождёшься, Чёрный ворон я не твой. Что ж ты когти распускаешь Над моею головой? Иль добычу себе чаешь, Чёрный ворон я не твой. Завяжу смертельную рану, Подай он и мне платком, А потом с тобой я стану Говорить всё об одном. Полетит мою здоровью, Скажи маменьке моей, Ей скажи, скажи, Моей любезной, Что за Родину? Что за Родину? Я вам! Колено стрела венчало, Нас час битвы раковой, Вижу смертельная, Моей любезной, Моей любезной, Моей любезной, Чёрный ворон я не твой. Показать. Помоги пьё. Да, потому что песня трудная очень. Трудно петь и одновременно совладать своими мыслями, понимать, о чем ты поешь. Это все вместе складывать большой труд. О чем была ваша песня? О русском человеке, который встал лицом к лицу со смертью, и который не хочет сдаваться, и хочет идти в бой вперед и вперед. Как оценят это выступление наши продюсеры? Слово Татьяне Трутенко. Ну, я думала, сейчас Оксана похвалит его, а я потом оторвусь. Артем, у меня вопрос. Вам вообще эта песня нравится? Очень. Ну, это неправда. Потому что вы неорганичны, вам не нравится эта песня, я не вижу картинки. Вы настолько... Вот знаете, ничего нет хуже, когда артист старается понравиться, старается выполнить все задания наставника и уходит от самого главного, от кайфа, которого нужно испытывать, когда ты выходишь на сцену. Сегодня это первая песня, которую я ждала, когда закончится. Мне не понравился Артем, и мне не понравилось исполнение. Ну, а теперь слово продюсеру Оксане Громовой. Когда идут мурашки, это значит, артист все правильно сделал. И люди разные. Пусть они будут такие, какие они есть. И слава Богу, что есть такие люди, как ты, которые могут себе позволить выйти на эту сцену и рассказать всем, что кто к нам придет с мечом, тот и уйдет. Это твоя жизнь, это твоя судьба, в этом ты весь. Спасибо тебе. Спасибо вам. Я видел, как переживает за Артема Светлана Петровна, и она ждет его за кулисами для того, чтобы тоже поддержать. Мы провожаем Артема за кулисы. Спасибо. Артем, расскажи, какие ощущения, что случилось там. Трудно мне. Мне даже говорить трудно просто такой песни, если честно. По-моему, все выдал, правда? Не знаю, насколько выдал, если честно, я об этом не думал. Я как-то, не знаю, через себя это пропустил. Далее в программе. Песня соловинная. В нашем телевизионном саду расцвела черемуха. Белая, красивая, нарядная. А это значит, что на сцену выходит Анатолий Манзин. Анатолий Манзин, 45 лет. Инженер из садки. Любит народные песни. На семейных праздниках всегда играет на баяне. На все репетиции приезжает в Челябинск почти за 200 километров. У Толи очень мягкий тембр. Толя вообще молодчина. И что ты хочешь, чтобы он живьем играл? Да, да, да. У него есть звукосниматель, то есть отдельная петля на баян. И все, ему поставят стойку. Он тогда будет органично. Улыбаемся. Каждый вечер вдвоем мы подолгу стоим и остаться не можем на миг. Я с тобой и мысленно, и голосом. И вы все с тобой. Сделай все как надо. Именно поэтому я уверен, что все получится. Отлично. Ура! Нужно? Вперед? Все, давай, вперед. Под окном черемуха колышется, Распуская лепестки свои. За рекой знакомый голос слышится, Да поют всю ночь кузовы. Ой, ты песня, песня соловинная, Да чего ж ты за душу берешь? Ведь к любви лежит дорожка длинная, Чуть отстанешь, вовсе не найдешь. А найдешь, от счастья не надышишься, От признаний нежных, от любви. Пусть тогда черемуха колышется, Да поют всю ночь кузовы. Пусть тогда черемуха колышется, Да поют всю ночь кузовы. Под окном черемуха колышется, Распуская лепестки свои. За рекой знакомый голос слышится, Да поют всю ночь кузовы. За рекой знакомый голос слышится, Да поют всю ночь кузовы. Спасибо. Вот это мед на сердце Виталия Абрамовича, да? Вообще, Анатолий пришел к нам на кастинг Вот именно с этим инструментом. С ним снова выходят на эту площадку. Посмотрим, впечатлил ли он Оксану Громову, Продюсера противоположной команды. С инструментом, с этой песней, Без какого-то лишнего, дурацкого, Может быть где-то, простите, антуража. Вы такой замечательный, У вас такой чудесный голос. Не ломайте себя. Будьте самим. И тогда вы будете звездой. Татьяна Трутенко. Ну я бы поспорила с Оксаной по поводу Не ломайте себя. Ибо зачем приходить в проекторы И участвовать в разножанровых концертах, Если себя не ломать. Да, Толя хорош в народной песне. Но еще интересней Толя И богаче в других жанрах. И я вам это весь проект буду доказывать. Это я спорировала Оксане. А теперь по поводу Толи. Мне нужен гример, потому что у меня побежали слезы. Я даже говорить не могу. Это... Я увидела ее. Я увидела ее, как она ушла от тебя за реку. Я ее увидела. Спасибо. Если вы хотите узнать, кто же ушел от Анатолия Манзина за реку, Заходите на сайт звезда.одинобл.ру И все увидите. А мы провожаем Анатолия за кулисы. По стороной на память подарю. Молодец. Молодец. Спасибо. Молодец на самом деле. Устан, тебе большое спасибо. Поддержка твоя меня всегда определяет. Это узнал в горе. Это просто такие песни. И пей, конечно. Даже ты был прекрасен. Совсем немного времени осталось до того момента, когда члены нашего жюри выставят свои оценки. Мы узнаем, кто же окажется на самой верхней строчке рейтинга, ну а кто внизу. А прямо сейчас на сцене Каролина Елолединова. Каролина Елолединова – самая молодая участница нашего шоу. Живет в Челябинске, получает профессию педагога начальных классов. Еще на кастинге заявила, что от проекта ей нужна только победа. ПЕСНЯ Скажи так. Смотри, вот чтобы не было откровенной такой цыганчины, которая лезет из тебя. Эй! Эй! Ну вообще сложная песня. Но непонятная какая-то. То ли украинская, то ли молдавская. Я уже не знаю, какие баллы могут поставить, потому что непонятно, как рассуждают члены жюри. Может, не можем залить им в голову? Может, они скажут, что это вообще не народная, потому что у меня в обработке все равно народная песня, в обработке. Я ни на что не претендую, просто хочу хорошо вас добить. Ну, конечно хочу. Не, ты никак зашли. Эй! 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 Сейчас дошло! Играет музыка Эй, эй, снеги уже танут Эй, 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 как мои руки Где чудески, стремки, потоки Где че вода, где че быстро вода Где че вода, как меняют лета Ой, не бежи вода так швидко Ще почей благодна квитка Ой, не бежи вода так швидко Эй, 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 эй Ой, запуни, сукач на хан Кунто че вода не зна за пинку Те че вода не зна за пинку Ой, не бежи вода не зна за пинку Те че вода не зна за пинку Ой, не бежи вода не зна за пинку Ой, не бежи вода не зна за пинку Хей-хей-хей-хей! Скажи цвятанья, Як повернуть меня кохана. Тече вода, тече быстра вода, Тече вода, як меняют лето. Ой, не бежи вода так швидко, Щепочей платит на квитка, Ой, не бежи вода так швидко. Хей-хей-хей! Ой, запуниться, хочешь нахван, Тече вода, не зна це винку, Тече вода, не зна, з за винку! - Эй-эй-е-эй-эй! Хей-хей-хей! Ой, запуниться, хочешь нахван, Тече вода, не зна це винку, Тече вода, не зна це винку! Аплодисменты Аплодисменты Стервозину Какую-нибудь, чтобы под кожу залезла Я прям жду этого с нетерпением Подожди, все впереди, я же учусь у тебя Тогда я жду Каролина Тебя в другом образе Мне Очень нравится эта песня, я думаю, что вам покажу Обязательно себя в другом образе Это ваше мнение, спасибо вам за него Мы будем ждать Каролину в другом образе Ну а в этом ее встречают Наставники за кулисами Далее в программе Ну а я приглашаю вас в другую страну Которая славится своим гостеприимством С суровыми горными пейзажами И добрыми-добрыми людьми Грузия Которую представляет Анна Кропотова Анна Кропотова Домохозяйка с большим творческим потенциалом До проекта пела только в караоке Возглавляет фан-группу Ани Ее муж А смотри, а если мы возьмем народную тему Поводу Повшинами, поводу А лексика будет современная Толя, надо очень четко продумать Стилизованный костюм Здесь самое главное Не должно быть пошлости в образе Потому что все-таки это грузинская женщина Там должна быть сдержанность и целомудрие Анне Кропотовой предстоит спеть Грузинскую народную песню Слова она выучила Но с произношением беда Я очень уважительно отношусь Ко всем народам И мне не хочется сделать так Чтобы им как-то обидно было Чтобы мне сказали Девушка, что-то не то с вами происходит Наставникам пришлось пригласить Специального гостя Чтобы он исправил девушке дикционные ошибки И поработал над акцентом Шейб-тхиала Как? Шейб-тхиала Шейб-тхиала Она произносит хорошо Просто пока еще не смело их произносит Ну а так разобраться Любой грузин, который услышит данную песню Он будет доволен Даже если будут какие-то шероховатости в языке Аня, ты была в Грузии? Даже в Грузии ни разу не была Конечно сложно У нас вообще народный концерт получается По репертуару очень сложный Потому что у нас только одна русскоязычная песня Все остальные у нас песни иностранные Сложно? Но можно! Звучит музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, начнем с Татьяны Трутенко Хочу вам открыть большой секрет Это мой любимый номер в сегодняшней программе Потому что я на нем оторвалась Мы взяли Сулико версии Нино Катамадзе Оттого такая вольная интерпретация Я отвечаю на ваши вопросы Подслушала ухом Мне не везде понравился вокал, честно Что-то ты вначале как-то очень разволновалась А вот тот стержень Княгини грузинской Ты пронесла Я прям ее увидела Служанки, вода Прекрасные акварельные пейзажи Все остальное получилось Но чуть-чуть что-то где-то там На вокале подврала В задумчивости Оксана Громова Но все-таки говорить придется Да, честно говорю Говорить не хочется Потому что Песня Сулико Как народная песня Она очень на слуху Нино Катамадзе Очень люблю эту певицу Была на концерте неоднократно Это очень дерзко Перепевать Нино Катамадзе И мне кажется Это был не самый лучший номер Вообще в вашей программе Спешу угорчить, наверное, вас Я не копирую Нино Катамадзе Мне очень нравится ее образ Но у меня есть свой образ Кропотовой Анны Это совершенно классный музыкальный материал Анечка попробовала дотянуться За что и огромная пятерка До этого уровня У нас не шоу точь-в-точь У нас не шоу пародии Когда человек выходит на сцену И он претендует на звание звезды На звание артиста Он должен быть уверен в том, что он делает А не искать на ощупь Подойдет, не подойдет Вот сегодня я увидела Искать на ощупь Не было артиста на сцене Уверенного, убедительного Я услышала вас, спасибо Насчет чего? Насчет критики? Да, насчет критики Да, боже упаси, ты что? Такая была картина Мне так, наоборот, понравилось, что меня критиковали Есть диалог какой-то, да? Да, да То есть есть обратная связь И это очень круто Мало кто знает гимн Израиля Но уж эту народную песню Действительно знают все Халла Нагила означает Возрадуйся Именно об этом сейчас будет петь Алексей Зыков-Гронский Алексей Зыков-Гронский 28 лет Предприниматель Занимается разработкой и продвижением Различных брендов Свой бренд То есть себя как вокалиста Он уже оформил Внешне и концептуально Леша, это еврейские песни Народные Какая? Какая? Тавла Нагила, 7,40 Ну ты его как видишь? В шляпе с песами или как? Да Леша, ты про что поешь? Про счастье Так а что ты кого хоронишь-то? Веселее Когда до концерта оставалось всего несколько дней Режиссера-постановщика Татьяну Трутенко Этот номер совсем не устраивал Репетиции затянулись до поздней ночи Мне вообще ничего не нравится Это про что номер? Про похороны про еврейские Леша, ты че? Леша, если ты думаешь, что ты выйдешь на сцену И у тебя опять включится радость То этого не будет Этого не будет Ты как всегда под финал сдох Танцами Пока совсем не понимаю, как это все будет Парни скачут Как это Прям Пока не знаю, как это все будет Стоять тоже не хочется Потому что песня такая действительно радостная Я думаю, мы решим ситуацию Я переживаю за время ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Алексей, выступать последнему, в общем-то, наверное, непросто. Как настроение у вас? Дорогой Павел, вы таки меня спросили. Я вам скажу, хаванагила. Где Лёша и где евреи? Мне кажется, до того момента, как он попал в мою команду, он вообще не подозревал, что есть такая нация с богатой культурой. Это мы с Рустамом его заставили туда окунуться. Я рада, что ты хотя бы к концу концерта полюбил еврейский народ. Еврей на сцене был. Спасибо тебе, Лёша. Спасибо, дорогая, спасибо. Он не выйдет сегодня из образа. Что скажет Оксана Громова? Я прям так за вас переживала. Вы правда старались. Вы так сильно старались, что, мне кажется, переставали кайфовать в какой-то момент. Это было вам так несвойственно. Но, вы знаете, я очень рада. Я вас увидела в лицо. А то вы всё время выходите в каких-то совершенно сумасшедших образах. А здесь вот прям на человека похож. Вы молодец. Можно сказать, еврей. Да. Теперь в ПСах. Ура. Вы слушаете себя, своё сердце. Вы хороший, талантливый человек. Мне кажется, вы хороший музыкант. Будьте увереннее. Спасибо, дорогая. Ну что ж, а мы провожаем Алексея за кулисы. Там его встречают наставники. Друзья мои. Не получилось. На самом деле зато образ ты доделал до конца. Улыбка твоя, вся твоя вот эта динамика, плечи, рук. Всё собрал. Ты знаешь, какой плюс? У тебя актёрское мастерство просто растёт, Лёш. Ну, я потерял вот эту грань. То есть, я вокал сразу у меня просил. Я там начал тю-тю-тю-тю. Ты знаешь, это бывает. Далее в программе самый напряжённый момент шоу. Жюри оглашает свои оценки. Только некоторые из вас перепутали этот жанр. Оставайтесь с нами. Наступило время подведения итогов. Сейчас члены жюри огласят свои оценки. Наконец-то я дам им слово. Денис Никишин. Всё было честно. Вот для меня это самое главное. Сразу перейду к оценкам. Несмотря на ложки дёгтя, 12 Андрей Воскобойников. Выбирал вот между Андреем Воскобойниковым и Каролиной Елолюдиновой, но всё-таки Каролина 11. Десять Анатолий Манзин. Девять Денис поставил Евгений Горупович. Восемь Александре Сёмкиной. Семь Анне Кропотовой. Шесть Артёму Анн. Пять Елене Брусенцевой. Четыре Дмитрию Суворову. Три Юлии Дзюба. Марина Кигелёва два. Ну, что-то как-то по-скромному вообще. То есть там вроде воду-то носила, носила, мужички-то как-то вот рядом ошиваются. Эх, развернуться-то, конечно. Вот здесь ты как-то разворачиваешься, а во время номера не получилось. Алексей Зыков-Гронский один. Просто вокал немножечко напряг. Спасибо всем, друзья. Спасибо большое. Галина Семёновна Зайцева. Мне было очень приятно слушать сегодня народные песни. Только некоторые из вас перепутали этот жанр. Ну, ничего страшного. Всё равно было всё прекрасно. Двенадцать. Андрей Воскобойников. Одиннадцать. Елена Брусенцева. Десять. Анатолий Манзин. Девять. Артём Анн. Восемь Галина Семёновна поставила Женя Группович. Семь Юлия Дзюба. Шесть Каролине Елолединовой. Пять Анне Кропотовой. Четыре Дмитрию Суворову. Три Алексею Зыкову-Гронскому. Два балла получила Марина Кигелёва. Один Александра Сёмкина. Ну, я думаю, что вот за каждой цифрой тут стоит, вот это, это наши жизни тоже. Это не просто так оценки мы ставили. Вся душа, мозг, уши, глаза работали на вас. Виталий Абрамович Вальфович. Всё-таки есть у нас и в профессиональной среде, и в обществе некое такое предубеждение, что народная музыка и народная песня – это то, что было когда-то. Вот 50 лет, 100 лет, 200 лет назад. Это часть народной музыки и народной песни. Народная музыка – всегда явление современное, устремлённое в будущее. И вот вы сегодня лично меня приятно удивили. А теперь я хочу просто зачитать оценки. Вот свои оценки. И хоть Галина Семёновна говорила, что мы все разные, но у нас с вами вообще очень даже близко. Андрей Воскобойников, 12. Анатолий Манзин, 11. Елена Брусенцева, 10. Каролина Елолединова, 9. Анна Кропотова, 8. Евгения Горубович, 7. Артём Анн, 6. Дмитрий Суворов, 5. Юлия Дзюба, 4. Алексей Зыков, Гронский, 3. Марина Кигелёва, 2. И Александра Сёмкина, 1. Любите народную песню, народная музыка. Всё приходит и уходит, а народная песня остаётся навсегда. По итогам третьего концерта Артём Анн по-прежнему остаётся лидером нашего шоу. 78 баллов. Анатолий Манзин поднялся на вторую строчку, набрав 76 баллов. Елена Брусенцева собрала 72 оценки. Андрей Воскобойников, абсолютный лидер сегодняшнего концерта, с 9-го места перепрыгнул аж на 4-е. 67 баллов. Это было шоу, в котором простые люди становятся звёздами. Мы увидимся ровно через неделю. Пока! Отношения между продюсерами стали налаживаться. Всё зашло слишком далеко. Звезда оказалась на грани закрытия. Вы выбываете из команды Татьяны Трутенко. Перейдите, пожалуйста, в команду Оксаны Громовой. Жуткий скандал. Наставники отказываются работать с подкидышами. Такой шаг, и я не знаю, что делать. Я узнал с проекта, но я не пойду к ней. Ни за что. Проблема в наставниках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин